Параллельная реальность. Тайна, которая ближе, чем кажется. Мир вокруг нас кажется таким привычным. Утро начинается с будильника. День с рутиной, вечер с отдыхом. Мы думаем, что знаем, где находимся, кто мы и как устроена наша жизнь. Но что если всё это лишь одна из возможных версий действительности? Что если за грани восприятия скрывается бесконечное количество миров, где вы могли бродиться не в этом городе, выбрать другую профессию, влюбиться в другого человека или даже стать тем, кем никогда не станете здесь? Эта идея звучит как сюжет научно-фантастического романа, но она имеет под собой вполне реальные основания. Параллельные реальности не просто фантазия учёных или писателей. Это теории, которые обсуждаются в лабораториях, формулируются в академических трудах и проверяются в экспериментах. И хотя мы ещё далеки от того, чтобы открыть портал в другой мир, сама возможность их существования заставляет задуматься, а действительно ли наша Вселенная единственна? История этой концепции началась давно, ещё до появления термина «квантовая механика». Люди всегда мечтали о других мирах, других вариантах своей жизни. В древних мифах рассказывали о загробном цастре, о мире духов, о параллельных измерениях, куда попадают души умерших. Эти идеи были символами, метафорами, но сегодня они приобретают новые формы и смыслы. Современная наука говорит о том, что параллельные реальности могут быть части так называемой «многомировой интерпретации», предложенной физиком Хью и Вереттом III в середине XX века. Согласно его теории, каждое решение, каждый выбор, который мы делаем, рождает новый ветвь реальности. То есть, если вы сегодня выбрали пойти направо, то в одной из параллельных Вселенных вы пошли налево. И там живёт ваша другая версия, принимающая решения немного иначе, имеющая другой опыт, другую судьбу. Представьте себе, в одной из этих Вселенных вы стали известным музыкантом, потому что тогда, в далёком детстве, не послушали родителей и не бросили обучение. В другой вы женаты на девушке, которую когда-то любили, но потеряли. В третьей вы вообще не родились, потому что ваши родители не встретились. Или, может быть, вы великий учёный, чьё имя стоит в учебниках истории. Все эти версии вас существуют где-то там, в невидимом нам пространстве. Но как такое возможно? Как может быть бесконечно много миров, разделённых на доли секунд, на малейшие изменения? Ответ, как ни странно, лежит в области квантовой физики. Один из самых известных экспериментов, опыт с двумя щелями, показывает, что частица света может одновременно находиться в нескольких состояниях, пока её не измерят. То есть, до момента наблюдения, она существует во множестве вариантов. И если это справедливо для элементарной частицы, почему бы это не относилось более сложным системам, например, к людям. Однако не все учёные принимают эту теорию. Многие считают её слишком спекулятивной, не имеющей достаточного количества доказательств. Но интерес к ней не угасает. Более того, исследования продолжаются, и некоторые из них уже дают поразительные результаты. Например, в лабораториях работают над созданием квантовых компьютеров, способных одновременно выполнять миллионы вычислений, используя принципы суперпозиции, то есть пребывания в нескольких состояниях сразу. Некоторые исследователи предполагают, что такие машины могут быть своего рода окном в другие реальности. Есть и менее технические, но не менее удивительные истории. Например, множество людей сообщают о случаях, когда им казалось, что они пережили события, которых не должно было произойти. Так называемый «синдром Манделлы» получил своё название от одного странного явления. Многие люди помнили, как Нельсон Манделла умер в заключении в 79-м году, хотя на самом деле он скончался в 2013-м. Это вызвало волну обсуждений в интернете, и некоторые начали предполагать, что это следствие перехода между реальностями. Такие случаи нельзя объяснить наукой, но они указывают на одну важную вещь. Человеческое сознание чувствует, что реальность не столь однозначна, как нам кажется. Возможно, мы сами создаём свою реальность. Возможно, мы перемещаемся между ними, не осознавая этого. Или же это просто ошибки памяти. Но почему тогда они возникают у тысяч людей одновременно? Ещё один любопытный факт. В разных культурах существуют легенды о людях, которые якобы попадали в другие миры. Например, в японской мифологии есть история о рыбаке, который однажды нашёл странный сосуд и проснулся в совершенно ином мире, где время текло иначе. В европейских преданиях встречаются рассказы о людях, уходящих в лес и возвращающихся через несколько лет, но обнаруживающих, что прошло столетие. Может быть, это всего лишь мифы, но они повторяются снова и снова, словно пытаются сказать нам что-то важное. Существует также мнение, что определённые состояния сознания, такие как медитация, глубокий сон, позволяют человеку временно выскользнуть из своей реальности и взглянуть на другие. Многие, кто пробовал такие практики, говорят о странных видениях, ощущениях присутствия чего-то большего, контактах с существами, не принадлежащими нашему миру. Хотя наука пока не может подтвердить это, психологи отмечают, что такие переживания оказывают сильное влияние на личность и мировоззрение человека. Но если параллельные реальности действительно существуют, как мы можем их обнаружить? Одним из возможных методов является изучение аномалий в космическом микроволновом фоне, реликтовом свете, оставшемся после Большого взрыва. Некоторые учёные полагают, что в этих данных можно найти следы взаимодействия нашей Вселенной с другими. Также проводятся эксперименты только с частицами, которые, согласно теории, должны вести себя необычно, если рядом находится другая реальность. Есть и более философский подход. Если каждое событие порождает новую реальность, то получается, что существует бесконечное количество Вселенных, где реализуются все возможные исходы. Это значит, что где-то в какой-то реальности вы уже посмотрели это видео, а где-то ещё нет. Где-то вы автор этого видео, а где-то вообще не интересуетесь такими темами. И даже более того, в какой-то из этих Вселенных вы – тот самый человек, который первым открыл способ путешествовать между мирами. Интересно, что некоторые философы и писатели уже давно рассматривают эти идеи не только как научные гипотезы, но и как инструменты для понимания самого себя. Если каждая ваша мысль, каждый выбор создает новую реальность, то какова же ваша ответственность за те пути, которые вы выбираете. И как часто вы задумываетесь о том, какие дороги остались непройденными. В литературе и кино эта тема раскрывается с разных сторон. Фильмы вроде «Донни Дарка», «Преступление века» или сериалы типа «Фарго» и «Рики Морти» используют концепцию параллельных реальностей как повествовательный приём, но зачастую они затрагивают и более глубокие вопросы. Что такое свобода воли? Что такое истина и каково место человека в огромной, многомерной Вселенной? Но несмотря на всю красоту и интригу этой идеи, остаётся главный вопрос. А если параллельные реальности действительно существуют, как нам до них добраться? Можно ли создать устройство, которое позволит нам пересекать границы между Вселенными? Или же мы обречены оставаться в своём мире, наблюдая за другими только в мыслях? Учёные не теряют надежды. Проекты, связанные с изучением чёрных дыр, квантовыми телепортациями и теорией струн, могут однажды привести к прорыву. Возможно, ключ к этим мирам лежит в математике, в новых уравнениях, которые ещё предстоит открыть. А может быть, мы уже стоим на пороге нового понимания реальности. И всё, что нам нужно, это смелость сделать первый шаг. А что если этот шаг внутри нас? Что если путешествие в параллельные миры начинается с осознания того, что мы сами создаём свою реальность каждый день? Что наши мысли, эмоции, выбора формируют не только нашу жизнь, но и ту, в которой мы будем жить завтра? Возможно, истинная параллельная реальность – это не внешние измерения, а внутренний потенциал, который мы ещё не раскрыли. Если бы кто-то сказал вам, что вы уже пересекали границы реальности, но просто не помните об этом, как бы вы отреагировали. Возможно, вы сочли бы это бредом или очередной теорией заговора. Но представьте себе, каждый день мы переживаем моменты, когда сознание временно теряет связь с привычным миром, во время сна, в состоянии транса, при стрессе или даже в обычном оцепенении. Может быть, в эти мгновения наш разум касается других измерений. В философии существует понятие «возможных миров», которое утверждает, что всё, что может случиться, происходит где-то. Это значит, что для каждой вашей мысли, каждого вашего действия существует своя вселенная, где вы действуете иначе. И если принять эту идею, то становится понятно, вы не одиноки. Вы – часть бесконечного множества себя, живущих в разных условиях, с разными возможностями, с разными судьбами. Попробуйте представить, в одной из этих вселенных вы стали самым знаменитым художником века, потому что родились в семье художников и получили поддержку. В другой – вы никогда не учились в школе, но стали великим путешественником, открывшим новые материки. В третьей – вы вообще не родились, потому что одно маленькое событие в прошлом изменило всю цепочку причин и следствий. Эта мысль может вызвать головокружение. Мы привыкли думать, что наша жизнь уникальна, что только мы – настоящие. Но если другие вы тоже реальны, то кто же из них главный? Или, может быть, все они равноправны, и истинная суть человека – это совокупность всех его возможных форм. Интересно, что эта идея не противоречит некоторым учениям восточной философии. Например, в буддизме говорится о множестве рождений, о различных уровнях сознания, о том, что реальность – это иллюзия, которую мы создаем сами. Возможно, концепция параллельных миров – лишь новое прочтение и древней истины. Но если это правда, то как нам научиться чувствовать эти другие реальности? Некоторые практики утверждают, что медитация, осознанные сновидения и даже определенные виды искусства позволяют частично войти в контакт с ними. Например, композиторы рассказывают, что музыка приходит к ним будто из ниоткуда, как будто кто-то играет ее в другом мире, и им остается лишь записать. Писатели говорят о героях, которые живут своей жизнью и выбирают свои собственные пути, независимо от авторского замысла. Может быть, это не просто метафора. Если вы досмотрели до этого места, значит, вас затронул вопрос, который волнует человечество с древнейших времен. Вы можете считать это фантазией или научной гипотезой, но одно несомненно, мы еще очень мало знаем о Вселенной и о самих себе. Поэтому пусть вас не пугает масштаб неизвестного. Пусть вас вдохновляет мысль, что вы – часть чего-то гораздо большего, чем кажется на первый взгляд. И если вы хотите узнать больше, начните с малого. Прочитайте книги по квантовой физике, поэкспериментируйте с осознанными сновидениями, ведите дневник своих мыслей и ощущений. Изучайте мир, задавайте вопросы, не бойтесь неизведанного. Ведь именно так открывались самые великие тайны человечества. Кто знает, может быть, именно вы тот, кто сделает первый шаг в новый мир. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.